Дебютный матч — это всегда большая ответственность для каждого новичка. Сразу влиться в игру команды очень сложно, но герои из этого ролика все же справились с задачей. Не так давно я рассказывал о лучших дебютах этого сезона, но сейчас я бы хотел показать вам десятку самых лучших дебютов за всю футбольную историю. Большинство из этих игроков навсегда вписали свое имя не только в историю клуба, но и в историю чемпионата, а иногда и всего футбола. Лионель Месси перейдет в чемпионат Саудовской Аравии при одном условии, а ПСЖ на замену ему готовы купить Холланда за 200 миллионов евро. А также как выглядит десятка самых популярных футболистов планеты. Эти и другие новости вы найдете в моем телеграм-канале. Хотите узнать расписание игр на сегодня и их результаты? Тогда переходите во второй канал. А если хотите поднять себе настроение, то залетайте на канал с футбольными мемами. Друзья, жду всех любителей футбола там, а теперь желаю приятного просмотра. Перед началом сезона 04-05 будущий лучший бомбардир в истории Манчестер Юнайтед Уэйн Руни перебрался на Олд Траффорд из Эвертона. Из-за травмы на Евро-2004 Руни пропустил старт сезона и вышел на поле только в конце сентября. Дебютом для 18-летнего англичанина стал домашний поединок с турецким Фенербахче в Лиге Чемпионов. Уже на 17-й минуте нападающий показал, что МЮ не просто так заплатил за него 37 миллионов евро. Выскочив на свидание с голкипером, Уэйн отправил мяч под перекладину и удвоил преимущество своей команды. Но это было только начало. Спустя чуть более 10 минут Руни получил мяч на дальней дистанции от чужих ворот и решился на удар, который успешно залетел в дальний угол. Во втором тайме англичанин забил, пожалуй, свой самый красивый гол тем вечером. Форвард взялся исполнять штрафной удар и не подвел партнеров, словно рукой положив мяч в ближнюю девятку. Согласитесь, 18 лет о таком дебюте можно только мечтать. С зимой 2018 года Генрих Мхитарян покинул Манчестер Юнайтед и в обмен на Алексиса Санчеса отправился в лондонский арсенал. Дебютная игра армянина за канонеров пришлась на матч чемпионата Англии против Эвертона. Тогда он вышел на поле с первых минут. Вряд ли кто-то может ожидать, что Генрих настолько ярко сможет себя проявить в первом же полноценном матче за клуб. Уже на шестой минуте хавбэк сделал прострел с фланга, который успешно замкнул Аарон Рэмзи. Под конец первого тайма Мхитарян выкатил тонкую передачу на Пьера Эмерика Абамиянга. Габонец хладнокровно справился с голкипером, перекинув его элегантным черпачком. И, наконец, на 74-й минуте Генрих вновь ассистировал с фланга на Рэмзи и помог Валийцу оформить хэт-трик. В итоге в этой игре армянин отметился хэт-триком из голевых передач, что на самом деле уже является редким событием, а особенно учитывая, что случилось это в дебютном поединке. В апреле 2018 года Galaxy в очень принципиальном поединке, проигрывал своим соседям из Лос-Анджелеса со счетом 1-3 за 20 минут до конца встречи. Казалось, Лос-Галактикос уже ничего не может спасти, но вышедший на замену в своем дебютном поединке Златан Ибрагимович придерживался другого мнения. Спустя две минуты после выхода Шведа Galaxy отыграл один мяч и сократил отставание до минимума. Но то, что произошло на 77-й минуте, повергло трибуну восторг. Ибрагимович получил мяч в 40 метрах от ворот и первым же касанием решился на удар слету, который невероятным образом залетел за шиворот Галкиперу. Но на этом Златан еще не собирался останавливаться. На 91-й минуте под занавес встречи нападающий откликнулся на навес с левого фланга и ударом головой принес своей команде очень эмоциональную победу. Только представьте реакцию болельщиков Лос-Анджелеса. 36-летний Ибра выходит на 71-й минуте, на 77-й минуте кладет один из лучших мячей сезона, а на последних секундах игры добывает победу. По результативности это не самый лучший дебют в этом видео, но зато по зрелищности очевидно самый яркий. Не стоит забывать и про Криша. Летом 2021 года легенда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду вернулся на Олд Траффорд, где болельщики с восторгом ждали первого матча португальца спустя 12 лет после отъезда. 36-летний нападающий сразу же порадовал фанатов и показал, что возраст не мешает ему давать результат в английской премьер-лиге. В добавленное к первому тайму время Роналду сыграл на добивании после удара Мейсона Гринвуда и открыл счет в матче с очень выгодной позицией. В начале второй половины МЮ пропустил от Нью-Касла ответный мяч, но на 62-й минуте Криштиану получил очередной шанс для взятия ворот. Португалец вышел один на один с голкипером и вновь вывел свою команду вперед ударом в артарю между ног. МЮ в итоге победил со счетом 4-1, но если считать дубль Криштиану, то именно его голы стали победными в том поединке. Тогда Роналду вновь ощутил магию Олд Траффорд и выдал фантастический сезон в команде, став лучшим бомбардиром МЮ в сезоне в возрасте тогда уже 37 лет. Очень жаль, что закончилось все не так красиво, как начиналось. Друзья, очевидно, что многие из вас, кто смотрит меня, интересуются футболом. В связи с этим я предлагаю вам попробовать футбол-тим. Это интереснейший онлайн-менеджер. Здесь все равны и решает только твой скилл. Создавай игрока, тренируй его, ходи на работу, вступай в клуб с реальными людьми или создай собственный. Игровой процесс заточен на тактике и понимании. Меняй стиль игры и переворачивай ход поединка. В общем, все как в реальной жизни. С недавних пор в игре появились новые серверы, а значит, играть можно практически из любой страны. Заходите каждый день, активно прокачивайте своего футболиста и трофеи, которые вы видите на экране уже скоро могут стать вашими. И самое интересное, что регистрация происходит в один клик через Google, ВК и даже Facebook. А регистрируясь по моей ссылке в описании или же по этому QR-коду, вы получите на старте 600 энергии и 500 тысяч евро. Зимой 2020 года Эрлинг Холланд покинул австрийский Зальцбург и подписал контракт с Дортмундской Боруссией. Один из самых перспективных молодых нападающих планеты сполна подтвердил свой статус в первом же матче против Аугсбурга. Норвежец начинал ту игру в запасе, но когда к 55-й минуте Боруссия горела 1-3, тренерский штаб Шмеле решился выпустить на поле 19-летнего дебютанта. Эрлингу понадобилось всего 3 минуты для того, чтобы забить свой первый гол. Нападающий вышел на ударную позицию в чужой штрафной и эффектно отправил мяч в дальний угол. Чуть позже Джейден Санчес сравнял счет после передачи Матса Хумельса, но Холланд еще не сказал свое последнее слово. На 70-й минуте Эрлинг поддержал Таргана Азара в выходе 2 в 1 и, получив передачу, поразил пустые ворота. Но и это еще не конец. Спустя 9 минут Холланд получил свой очередной шанс и, выйдя на свидание с голкипером, холоднокровно разобрался в ситуации и оформил хэт-трик. Как итог, Эрлинг принес Шмелям победу 5-3, а также заставил всех критиков молчать, ведь многие сомневались, что он сможет показывать выдающуюся игру в топ-5 лигах Европы. Достойное выступление для одного из лучших бомбардиров планеты. Самое интересное, что Эрлинг Холланд не единственный нападающий в истории дортмундской Боруссии, который провел ошеломительный дебют. На старте сезона 2013-14 свой первый матч за команду предстояло провести Пьеру Эмерику Абамиянгу. Еще интереснее то, что в качестве пострадавших вновь выступил Аугсбург, фанаты которого наверняка надолго запомнили габонца. Нападающий уже на 24-й минуте влетел в свободное пространство и открыл счет ударом головой. Уже во втором тайме Абамиянг получил передачу от Марка Ройса и удвоил преимущество своей команды обводящим ударом в дальний угол. Под конец поединка Пьер Эмерик отметился еще одним голом. Форвард открылся в чужой штрафной и, обыграв голкипера, отправил мяч практически в пустые ворота, благодаря чему оформил хэт-трик. В тот самый момент Боруссия осознала, что получила настоящего бриллианта всего за 13 миллионов евро. Один из лучших нападающих в истории английской премьер-лиги, Серхио Агуэро, очень славно начал свой путь на Туманном Альбионе. После трансфера из мандридского атлетика в Манчестер-Сити аргентинцу на старте сезона 2011-12 предстояло впервые сыграть за новую команду в матче с Суонси на Этихаде. Новичок Горожан вышел на поле со скамейки запасных на 58-й минуте при счете 1-0 в пользу Сити. Не прошло и восьми минут, как Агуэро отметился дебютным голом, замкнув прострел в пустые ворота с правого фланга. Практически сразу после этого Серхио получил мяч в чужой штрафной и, перекинув голкипера, пробросил его себе на ход. У Агуэро не было другого варианта, кроме как отдать передачу в центр. Там стоял Давид Сильва, отправивший мяч в пустые ворота. Но, пожалуй, вишенкой на торте для Серхио в тот вечер стал гол, забитый в компенсированное ко второму тайму время. Аргентинец получил мяч на дальней дистанции от чужих ворот и решился на выстрел, который успешно залетел в ворота. Как итог, дубль плюс ассист за 42 минуты в первой игре за Сити. Блестящее начало карьеры для будущего лучшего бомбардира в истории Манчестер-Сити. А вот и Майка, а вот и Кум! Гол в первом же матче! Сергио Агуэро! Агуэро! Он и издали бьет замечательно! А вот и 4-0! Сергио Агуэро! В матче своего дебюта! После перехода в Милан за 38 миллионов евро нападающий Андрей Силва не смог заиграть на Сан-Сиру и, не прижившись в сезоне 18-19, отправился в аренду в Севилью. Выйдя в основном составе андалузцев в дебютном матче Ла Лиги против Раю Вальякано на выезде, португалец отметился первым голом уже на 31 минуте. Форвард получил передачу с левого фланга и разобрался с голкипером, расстреляв ближний угол. Под занавес первого тайма Силва оформил дубль. Андрей воспользовался неразберихой в чужой штрафной после подачи углового и словил голкипера на противоходе. Уже во втором тайме португалец получил элегантную передачу черпачком от партнера и, оказавшись перед вратарем, хладнокровно с ним разобрался и оформил хэт-трик. Фанаты Милана наверняка в тот момент кусали локти, но время показало, что это выступление Силвы оказалось разовой акцией. В сезоне 2002-03 бывший нападающий каталонской Барселоны Роналдо дебютировал в составе Мадридского Реала. Первый матч Зубастика пришелся на домашнюю игру против Алавеса. Бразилец вышел на поле во втором тайме с замены и очень скоро уже получил первую возможность забить гол. Став адресатом навеса Роберто Карлоса, нападающий обработал мяч грудью и вторым же касанием выдал удар, который с отскоком от газона залетел в девятку. На сезоне Зубастика открылся на левом фланге и вышел на очень выгодную позицию для удара. Нападающий, конечно же, не растерялся и мастерски отправил мяч в угол. Реал победил со счетом 5-2, Роналдо отлично проявил себя перед новой публикой, а президент Реала Флорентино Перес сверкал от счастья, ведь он подписал лучшего нападающего мира. А теперь бонус. Это не дебют за команду, а именно дебют в турнире. Ивуарийский форвард Себастьян Аллер или же Алле почти всю карьеру выступал за довольно средние клубы, поэтому никак не мог дебютировать в Лиге Чемпионов. Тем не менее, перебравшись в Амстердамский Аякс, нападающий, наконец, получил возможность выступить в самом престижном Еврокубке в возрасте 27 лет. Дебютный поединок Себастьяна в турнире пришелся на выездной матч группового этапа против Лиссабонского спортинга. Уже на второй минуте Ивуарийц доказал, что Лига Чемпионов – это его стихия. Нападающий сыграл на добивании после удара Антони и открыл счет в матче, поразив пустые ворота. Спустя 6 минут Аллер вновь забил в пустые, замкнув передачу того же Антони. Следующий гол Себастьян забил во втором тайме, и в роли ассистента снова выступил бразилец Антони. Нападающий откликнулся на прострел с правого фланга и успешно замкнул его в ворота. Казалось, о лучшем дебюте в Лиге Чемпионов и мечтать невозможно. Но спустя 12 минут Аллер обработал передачу в чужой штрафной и вторым касанием расправился с голкипером, оформив покер. К слову, Себастьян закончил тот сезон с 11 голами в Лиге Чемпионов, что позволило ему стать третьим лучшим бомбардиром турнира. Также Аллер стал вторым игроком в истории Лиги Чемпионов, которому удалось оформить покер в дебютной игре. Ранее такое удавалось легендарному Марку Ван Бастену в далеком 1992 году. Но, как вы поняли, я не просто так отметил именно перформанс Себастьяна. Летом 2022 года у игрока диагностировали рак. Казалось, неужели это конец карьеры, а может и хуже. Но после продолжительного лечения Вуарийц наконец вернулся на поле и отыграл две игры в своем любимом турнире. Он вышел в обоих матчах одной восьмой Лиги Чемпионов против Челси. К сожалению, Аллер не отметился результативными действиями, а Борусия покинула турнир, проиграв в ответной встрече 2-0. Но все же рассказать о дебюте этого сильного человека в престижном турнире Европы стоило. Видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. Друзья, в прошлом видео я задал вам вот такой фото-вопрос. Ну и вот первые три человека, а также несколько случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. А теперь новый фото-вопрос. Сначала расскажу принцип. Вот футбольная форма. На ней можно заметить Атлетико, Челси, Ювентус и что-то похожее на Реал. Конечно же, это Альваро Марата, игравший во всех этих клубах. Так вот, попробуйте угадать трех футболистов по командам, за которые они играли, видя только небольшой фрагмент формы. Подсказка. Первый завершил карьеру, второй сейчас играет в АПЛ, а третий выступает в серии А на правах аренды. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok